Лермонтов. Герой нашего времени. Читает целиком. А сейчас кратко. Рассказчик встречает Максима Максимовича. Он рассказывает ему историю про Печорина. Печорин сложил на Кавказе под руководством Максима Максимовича. Тот приглашает его на свадьбу к дочери черкесского князя. На свадьбу Печорину приглянулась младшая дочь князя, Белла. Максим Максимович случайно услышал, как брат Белла Азамат, обещает Казбичу украсть сестру в обмен на его коня. Казбич отказывает. Максим Максимович рассказывает об этом Печорину. Однако тот сам просит Азамата украсть для него сестру. Обещает добыть коня Казбича. Максим Максимович и Печорин возвращаются в крепость. Азамат крадет свою сестру и приводит ее к Печорину. Печорин помогает Азамату украсть коня Казбича. Казбич желает омстить и расправляется с отцом Беллы. Печорин ухаживает за Беллой и влюбляет ее в себя. Однако сразу же к ней охладевает. Через какое-то время Казбич выиграл Беллу. Уходят в погоню, травмируют ее и отпускают. Через два дня Белла погибает от раны. Печорин уезжает на службу в Грузию. На следующей встрече рассказчике Максима Ксимовича последний рассказывает о том, как недавно повидал Печорина, однако тот был к нему очень холоден. Максим Ксимович вручает рассказчику дневник Печорина. Первая часть дневника – Тамань. Печорин становится свидетелем тайной встречи контрабандистов. Одна из которых, Дина, пыталась утопить его на ложном свидании. У нее ничего не вышло. А Печорин у себя уехал из Тамани. Вторая глава дневника – княжна Мэри. В Пятигорске Печорин знакомится с Грушницким, который влюблен в княжну Мэри. Печорин насмехается над мальчишеской любовью к Грушницкого и ради забавы влюбляет в себя Мэри. В это же время приезжает Вера. Она родственница Мэри и бывшая любовь Печорина. Но она уже замужем. У Печорина просыпаются благочувства. Грушницкий из-за ревности к Мэри вызывает ванну дуэль, на которой погибают турки Печорина. Верин муж возит ее с города. Печорин разбивает сердце Мэри и уезжает из Пятигорска. Печорин по делам службы оказывается в станице казаков. Однажды среди них возникает спор. Затем он того человек сам выбирает себе жизнь. Или все предопределено судьбой. Жарче всех спорил серб Вулич, который объявил себя автолистом. Это тот, кто верит в судьбу. Вулич сказал, что сегодня ночью ни за что не погибнет, как бы сам того не желал. Если это ему не дано. Даже заключили пари с Печорином. Вулич пытается застрелиться. На пистоле дает осечку. После Вулич стреляет в сторону, выстрел дается. Все казаки в шоке. Однако Печорин был убежден, что Вуличу предстоит погибнуть. Все разошлись по домам звать. А утром становится известно, что Вулич погиб от сабли пьяного казака. Печорин желает искусить судьбу и отправляется с другими казаками ловить того самого пьяного казака. Поймали, обезвредили. Печорин остался без царапины. На этом дневник заканчивается. А сам Печорин погибает от болезни при поездке в Персию.